Казахстан Так, группа в составе которой порядка 100 человек выходит в сетях под названием «Вернуть Северный Казахстан». Сегодня вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев прокомментировал данные высказывания. Он отметил, что социальные медиа – это особая сфера, контроль над которой установить невозможно, так как, по его словам, нельзя контролировать мысли людей. Мы фактически ведем речь о некой маргинальной группе людей, которые выражают мнение абсолютного меньшинства какой-то маргинальной прослойки российского общества. Да, такая проблема есть. Вы знаете, что мы, как министерство иностранных дел, реагировали и на заявление господина Лимонова, и на заявление господина Жириновского, и на заявление депутата Хакасского парламента. Напомним, это уже не первый случай посягательства на целостность Казахстана. Так, в начале февраля этого года российский оппозиционер Эдуард Лимонов написал в своем аккаунте в Facebook, что в свете беспорядков на Украине и девальвации в Казахстане, он советует правительству России воспользоваться ситуацией и подумать об аннексии части украинских и приграничных казахстанских территорий. В частности, он имел в виду Северный Казахстан. 23 февраля, выступая на митинге в прямом эфире телеканала «Россия-24», Владимир Жириновский призвал лишить независимости государства Центральной Азии и создать Среднеазиатский федеральный округ со столицей городом Верный. Никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город Верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Мы родной город. Его придумали. Казахстан, Киргизия, Казахстан, Туркмени, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ. Тогда за высказывания о Казахстане депутаты мужелиса парламента призвали МИД запретить въезд в республику и Жириновскому, и Лимонову. Ержан Ашикбаев предложил отечественным СМИ не обращать внимания на подобные заявления и не создавать ненужный пиар таким маргиналам. Если мы будем акцентировать внимание на таких группах, в том числе и посредством ваших вопросов, вы создаете фактически этой маргинальной группе людей ненужный пиар. Именно на это они нацелены, именно на это настроены их хлесткие фразы о том, чтобы вернуть якобы некие принадлежавшие земли ранее Российской Федерации. Вот чем меньше представители средств массовой информации будут обращать внимание на такие маргинальные выступления, таких групп, тем больше пользы вы принесете. В завершение заместитель министра иностранных дел заявил, что сегодня каких-либо территориальных притязаний у Казахстана и России нет.